МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полноценный и самодостаточный город. Колыбель высокотехнологичной науки. Это центр атомных исследований и атомного машиностроения. Какое шумное и оживленное место. И это, кстати, неудивительно, ведь это центральная улица города, проспект Ленина. Кстати, это остатки регулярной екатерининской планировки. И многое здесь сохранилось практически без изменений с давних времен. Доблестный город с историей в преддверии и ожидания праздника. Скоро он отметит юбилей. Еще молод, но уже мудр. Есть за плечами ошибки, и столько перспектив впереди. Пахра – главная река Подольского района. Почему именно такое название? Корня этого слова нет ни в русском, ни в других славянских языках. Историки предполагают, что название Пахра можно истолковать как «текущее из озера». Известно, что в угро-финских языках был корень «яхр», «ягр», «ахр», означающий «озеро». За выдающиеся заслуги и достижения, способствующие процветанию, величию и славе России, Подольск был награжден высшей общественной наградой Российской Федерации – орденом Петра Великого первой степени. Огромная честь для маленького городка, но и большая ответственность. Ведь планку надо держать высоко и дальше. Что имеем – не храним, потерявши – плачем. Сколько раз я вспоминал эту народную мудрость, глядя на некоторые разрушенные архитектурные памятники Подмосковья. Сегодня на удивление могу с легкостью на сердце сказать – сохранивши – улыбаемся. Точнее улыбаются местные жители. Усилиями которых сохранена историческая основа города. С 1937 года здесь вето на какие-либо изменения, согласно музейному статусу, защищающему данную территорию. Я нахожусь в древнейшей части города Подольска. И это не просто музей-заповедник, это город в городе, по которому сегодня мы и будем путешествовать. Верстовой столб подсказывает нам о том, что примерно на расстоянии 30 верст мы находимся от столицы нашей Родины. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. А меня Ирина Алексеевна. Очень приятно. Я директор заповедника Подолья. Ирина Алексеевна, ну сразу возникает вопрос, почему 30 верст отмечает столб? А, 30 верст отмечает это в период конной тяги, вот тогда, в 15 веке, это первая остановка, суточный переход. А, то бишь, в принципе, за световой день? Да, 30 верст, и первая остановка. Ирина Алексеевна, ну вот музей-заповедник – это город в городе, а с чего начинается знакомство с этим городком? Вот отсюда и начинается. Это прилечное расселение, долине реки Пахры. И вот территория нашего памятника, как музея, она вот введена в границы древнего расселения. Я так понимаю, узлы на ночь вязали, да? Узлы на ночь вязали. И сейчас, чтобы к нам сюда не заезжали, это теперь составная часть экспозиции. Я думаю, в наши времена надо сигнализацию-то пожестче. Да, да, но нет, у нас как раз все это работает. Ворота открыты. Здесь стояло до полутора тысяч во времена Петра I, когда он строил флот на Азове, подвод. И по 500 мы год, в день пропускали. И с чего начинается экспозиция? Вот мы подходим с вами к дому горожан Морозовых. Он не сохранился до наших дней, но реконструирован, реконструирован по чертежам. И здесь размещена уникальная экспозиция, которая рассказывает об историческом городе Екатериненской эпохи. Управляемся смотреть? Да. Ну, я понимаю, мы попадаем в экспозицию. Мы попадаем в экспозицию и начинаем с седой древности. Об этом нам рассказывают археологи, то есть историки с лопатой, так называемые археологи. Ирина Алексеевна, кстати, в этом году у города Подольска юбилей. Сколько лет? 230 лет. 230 лет масштаб их истории – это очень маленький возраст. Да, но судя по предметам выставленных. Да, а город каждый имеет своих проводителей. Мы проводили раскопки, открыли памятник единственной в Московской области, многослойный памятник ранней неолита и ранней бронзы с 7-го тысячелетия до нашей эры. У нас 37 тысяч археологических экспонатов. Это весы ювелирные для взвешивания. Это уникальный экспонат. Вы посмотрите, в полном составе найден, даже с футляром. Есть только еще в Норвегии такие весы, но они без футляра найдены, а у нас с футляром. Это уникальная экспозиция, да, уникальная вещь. И самая выразительная часть коллекции – в поселении Жданово обнаружено. Вот такой кувшин, да. А вот этот идол нам разрешили сделать им копию, потому что он был найден у нас, на наших землях Московским археологическим обществом в 1912 году. Ну, конечно, всех очень интересует, а что же тут было раньше-то в седые времена? Ни города, ни села не было, ни поселений. А здесь бушевали бортные леса. Вот, да. И вот схема формирования села Подол, вот я вам ее сейчас включать буду, видите? Ой, как все интересно забирается. Да, вот мы с вами находимся вот в этом короне. Вот пойма, да, как называется? Да, мы с вами сейчас здесь находимся, вот сейчас, деревня Подол. Ирина Алексеевна, а откуда такое название Подол? Деревни с названием Подол, вообще-то, это редкие явления, потому что все следили с подолином рек. Тогда все бы деревни назывались Подолами, да? А у нас 300 лет сохранилось название. У нас поселение Подол, деревня Подол, село Подол и город Подол-Пехра. У нас же легенд много, говорят, Екатерина ехала, замочила Подол. Я говорю, это неправда. Екатерина даже вот там вот был, когда она собралась пропутешествовать по своим южным владениям, 32-летняя императрица решила посетить свои южные владения, в Крым поехать. И тогда мы начали строить путевой дворец для нее. И в результате она в этом дворце даже не останавливалась. А все придумали, что она остановилась, замочила Подол, какой красивый город. А есть дневники путешествия Екатерины, где сказано, она имела место, обед только в Дубровицах. Мы нашли уникальные документы, как мы были в отчине Данилова монастыря. Что мы платили монастырю. А вот вам и схема емских путей Ивана Третьего. На втором этаже вы посмотрите портрет Ивана Третьего. Причем Иван Третий – это единственный император счастливый в России, который не вел никаких завоевательных войн. Ему досталось собирать. Первая карта российского государства, первая научная карта российского государства, 16 век. Ее заказал голландскому картографу, у нас своих картографов не было, значит, Борис Годунов, и писалась она по рисунку царевича Федорова. Я предлагаю вам подняться на второй этаж, а я вас буду ждать на улице для сопровождения. Все, я тогда не прощаюсь, до встречи, я на второй этаж. В связи с тем, что дом восстанавливался по подлинным чертежам, то можно себе представить, как жили в этих помещениях помещики, как располагались комнаты, высоту потолков, какой вид был из окна. Да и сейчас, в принципе, он хорош. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Меня Ирина Владимировна. Очень приятно, Ирина Владимировна. Ну, я так понимаю, это как раз тот зал, который рассказывает о потомках тех самых химщиков, которые изначально жили в городе. Когда-то они стали купцами, помещиками, и с чего начинается вся экспозиция. Экспозиция наша мемориальная. Каждой семье, которая здесь есть, посвящен свой уголок, вот такой дом, правильно его назвали, дом. Это Холостовы, подольский купец Сергей Егорович Холостов и его супруга Ольга Николаевна Холостова. Мы делали кожу, а потом стали жжить и даже вот, да. И я так понимаю, вот такие женские сапожки, да? Женские такие, да, и туфельки, и сапожки, полусапожки, наверное. А кошельки – это прибыль собирали? Вот, наверное, может быть. Вот это мой прадед Петр Егорович Толкушев. А это его супруга, моя прабабушка, Елизавета Михайловна Толкушева. В девичестве Глушкова. Она из довольно богатого купеческого московского рода. Я последила по архивам. Они выходцы вообще-то из зверей Глушковы. И где-то вот до 18 века я дошла. Они перебираются в Москву. На Шаболовке был их дом. Я нашла этот дом тоже напротив Большой Троицкий храм. Они были меценатами этого храма. Вообще все купцы жертвовали деньги на храмы, там, и так далее, да, в своих приходах. И вот она вышла замуж туда, в Подольск, за Петра Егоровича Толкушева. Георгиевский кавалер Константин Петрович Толкушев воевал в Первую мировую. Вот портсигар. Это на нашей семье хранилось. Я вот передала. Я передала мне это сюда, передала. Конечно. Конечно. Это вот, да, это все династии показаны через родовые древа. Тефан Федорович Аллилуев в Подольске он славился как купец-меценат. Он жертвовал деньги на приходы. Вот семье рассказывали, что вот наш Троицкий храм, да, вот когда он строился, и когда отливали колокола, он жертвовал серебро. Вообще все купцы, конечно, жертвовали деньги, а он особенно. Спасибо за интересный рассказ. Я отправлюсь на улицу. Я думаю, что ждет еще много интересного. Еще много интересного. Всего доброго. До свидания. Ирина Алексеевна, я к вам вернулся. Очень рада. На территории заповедника сохранилась часть градостроительной структуры города Екатерининской эпохи середины 19 века. Именно как он был. Да, купеческие дома на противоположной вот правой стороне. И на берегу Пахры памятники деревянного зодчества, гражданской архитектуры середины 19 века, где жили на берегу Пахры простые горожане. Это усадьба горожанин. Пойдемте. Ну, а кто проживал здесь у вас, в этих домах? А вот в этих домах, во-первых, сохранилась усадьба горожанки Валентины Петровны Кедровой. Мою маму так зовут Валентина Петровна. Да, Валентина Петровна. Это учительница. К тому времени, в 98-м году, когда приехали сюда жить семья Ульянова, она уже была почетным гражданином города. А мы сейчас заходимся в дом Кедровой, где сохранилась... Она сдавала дом вместе с мебелью. Вот разыскали родственников, мебель деставрировали. А 80 предметов, другое, значит, бытовых вещей, подлинные, переданные родственникам. Он действительно очень варен. Смотрите, уже не терпел. Дом сохранился. Заменили только два подгнивших нижних венца. Булыжник сохранился. Вот этот дом Марии Ильиничны, Ульяновой и Дмитрий Ильич приезжали сюда. Они рассказали о назначении каждой комнаты. А самое главное, что мы узнали, что дом снимали вместе с мебелью. И вот у родственников Кедра уже нашли мебель, уже реставрировали. Они имеют научные паспорта. И мы с вами имеем подлинные... Потому что Владимир Ильич пользовался... Владимир Ильич на втором этаже. Это комната матери. Там мы прошли с вами кухню. Вот очки Марии Александровны. Вот подлинные журналы 99-го года. Издание научное обозрение «Вестники Европы», которое 65-летняя мать выписывала. Все подлинное. И обои даже восстановили по образцам обоев того времени, которое мы нашли, когда реставрировали дом на обрывках газеты «Русской ведомости» 98-го года. У Ленина, между прочим, был рост метр семьдесят два. Не такой уж маленький. Тут можно стоять. Потолочки на виске. Вот. Мария Ильинична говорила, я выходила на берег Пахры, а окошко на этом чердаке в светелке светилось. Поэтому, значит, по-видимому, наши двое мужчин там в спорах засиживались до раннего утра. Сохранилась кровать Владимира Ильича и плед. Садитесь, можно? Можно. Садитесь. Зарешаю. И лечь можно, и хватит у тебя места. Ох, точно хватает. Конечно. Смотрите, я прям ощущаю порывы к мировой революции. Точно. Вот вообще так случилось, вот такие судьбы человеческие. Вот в период зарождения партии молодой Ленин жил у нас в Подольске на Пахре. Пахры из Подольского уезда его провожали в последний путь. Лена Алексеевна, ну мы вот, я так понимаю, сейчас в саду. Да, в саду. Вот где бы ни жила Мария Александровна, она же вообще любила разводить сад, огород. А вот, кстати, в огороде что обычно? А в огороде я вам покажу дальше. В огороде там у нас есть огороды, мы их выращиваем. А Мария Александровна огород тут не городила. Она выращивала цветы. Смотрю, интерьерчик-то здесь изменился. Да, конечно. Вот надо было удобнее стенды разместить. И вот мы, значит, в первом зале показали письма, которые Ленин прислал в Подольск из Шушенского. Вот там на фризах есть Шушенск и Минусинск, где он три года отбал. Это старый Подольск, куда шли письма. Тут масса полицейских документов, которые говорят, что они были под надзором. И вот в таком составе они жили. А здесь уже, когда Ленин приезжал в Подольск, вот социал-демократы, где мы с вами были, вот там мы были, встречаются. Вот их фотография. А вот и газета «Искра». В следующем здании мы показываем, почему погибла КПСС. И в то же время защищаем все 70 лет, потому что историю делают люди. Играет музыка. Я предлагаю вам войти в этот дом, где очень интересная экспозиция. Музей истории юношеского и молодежного движения. Это музей истории комсомола. Отлично. Пионером я был, комсомолцем не успел. Поэтому обязательно посмотрите. Я так понимаю, на Комсомольской улице? Нет, не на Комсомольской, но это символ Комсомольской улицы, которая существует у нас в городе по сей день. Что за история комсомола? С чего она существует? Музей посвящен молодежному движению и практически охватывает весь 20 век. И это зарождение первой комсомольской ячейки в нашем городе при железнодорожной станции Подольской, 1918 год. Здесь и экспонаты, фотографии первых вожаков. Владимир Бурнов, Владимир Федоров. Очень интересный турникет, который рассказывает о наших комсомольцах и их молодости. Это Антонина Степановна Кашмина, которая была первым директором общественного музея комсомола. Это и Владимир Беткин, который участвовал в строительстве города Комсомольск-на-Амуре. То есть подольчане принимали участие в этом. Годы войны, стенд посвященный здесь и подольские курсанты, которые отстояли подход немцев на Ильинских рубежах. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Ирина, ну, я думаю, что ребята-комсомольцы наполнены идеей были. И организация существовала, идея, да, собранная. У меня есть идея продолжить все-таки свое путешествие. Вам спасибо за рассказ и я отправляюсь дальше. Я вам спасибо. Все доброго. Ирина Алексеевна, ну, вы говорили, что город Подольск овощами в свое время сам себя обеспечивал благодаря буквально нескольким семьям. Да, особенно вот Малейно-Тиняево, Тиняевский огород, они обеспечивали овощами. А я вижу, здесь тоже огород разбит. А наш заповедник, он же природный заповедник. И вы видели и цветы, и деревья. А теперь вы видите и фрагменты, вот, овощеводческие. Чем жили, да, чем жили. Свежие овощи и фрукты здесь выращивают и по сей день. Правда, не для продажи, а для себя и гостей. Здесь вас всегда рады угостить свежим огурчиком и морковкой. Сплошные витамины. Вот оно, натуральное хозяйство. Ирина Алексеевна, я понимаю, планов у вас огромное количество в музее, поэтому хочу вам пожелать, чтобы эти планы все-таки стали реальностью. И даже не буду прощаться, а скажу все-таки до свидания. До новых встреч. Надеюсь, что к вам вернусь. До новых встреч. Всего доброго, до свидания. Чтобы побывать в прошлом, машина времени не нужна. Достаточно прийти сюда, в музей-заповедник Подолье. Тем более, что посещение всех экспозиций абсолютно бесплатно. Вы же не забывайте писать на наш электронный адрес www.mosobltv.ru Эти земли на территории музея-заповедника являются памятникам акреологии. И кто знает, сколько еще неразгаданных тайн хранит в себе эта земля. Но будем надеяться, что все тайное когда-нибудь станет явным. Сегодня я познакомился с древнейшей частью города Подольска. А вот как уживается Подольск современный с историческим, мы обязательно узнаем. Ведь я ухожу, чтобы вернуться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА